Теперь я хочу остановиться на двух кейсах. Я заканчиваю свое выступление на поляне картофелевода. И должен сказать, что мне так и не удалось выйти из операционки за 12 лет. Хотя мы сделали с моим коллегой Андреем Самошиным самое большое в мире картофельное хозяйство. В прошлом году мы произвели 210 тысяч тонн, а в позапрошлом году 240 тысяч тонн. Но жизнь так устроена, что массовое производство картофеля на 50 тысяч гектар. Понятно, что есть севооборот, есть под поливом, есть мы кое-какие зерновые делали. Мы выходим на самом деле успешно, мы продаем бизнес. Нам предлагают такие хорошие деньги, что просто неудобно отказаться. Но если бы мы хотели бы остаться в этом бизнесе, то кроме звания почетного картофелевода производителя самого большого картофеля в мире, в общем, гордиться особо нечему. В силу того, что основная маржа в этом виде сельхозбизнеса находится у американской компании Pepsi Cola. Поскольку вся основная маржинальность достигается на производстве чипсов. Я сегодня здесь, кстати говоря, общался с одним из вас, человеком, который занимается рекламой. Он мне сказал, что примерно компания PepsiCo на российском рынке тратит ежегодно на рекламу 6 миллиардов рублей. Поэтому даже если бы я попытался, это не очень большие деньги поставить оборудование. А мы оборудование на самом деле для производства картофельных хлопьев купили у голландцев. Но вторую и третью очередь все сделано на российских заводах. И голландцы приезжали в прошлом году и просто были злые. Не то слово. Мы лучше сделали, чем у них. Но даже если бы я поставил оборудование по производству картофельных чипсов, я думаю, я бы никогда не смог бы потратить 6 миллиардов рублей в год на рекламу этих чипсов. Поэтому пока нам приходится знать свое место. Хотя иногда у меня руки чешутся, конечно, с PepsiCo поконкурировать. Но даже если мы сделаем private labels, а мы провели переговоры и с пятерочкой, и с лентой, и с магнитом, и даже если мы встанем на полку рядом с Lace, даже если мы будем дешевле и намного качественнее, даже если мы будем делать чипсы эструзионные, которые полезней, а так между нами чипсы Lace есть, конечно, нельзя, как и продукцию Макдональдса. Это крайне вредно для здоровья. Я боюсь, что российский человек средний будет покупать чипсы Lace в силу того, что ему за 10 лет все мозги проели этой рекламой. Телевизионной, интернетной и так далее. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Ну, в общем, я закончил. Вот в сельском хозяйстве, пожалуйста, я готов онлайн-лекцию провести, потому что за 12 лет мы накопили колоссальный опыт, мы все ошибки, какие можно было сделать, совершили. У нас были засухи, нас заливало, падали цены через Белоруссию, кто-то завозил какой-то там египетский картофель под видом белорусского. Но, в общем, получается, что мы свои деньги, которые мы инвестируем, вернули в силу того, что мы нашли покупателей для нашего бизнеса. А второй кейс, я совершенно скажу, такой новый, я вожу с ним примерно 8 месяцев. Просто интересно, какое количество из вас, ну скажем, иногда летает чартером? Ну, наверное, кто-то летает. Есть такая компания американская, она называется JetSmarter. Она находится в Майами и в последнее время довольно активно рекламируется на российском рынке. По моим данным, они где-то там тысячу с чем-то человек убедили заплатить 15 тысяч долларов клубный взнос. И эти люди имеют право летать на частных VIP-самолетах. Мне представляет, что эта компания такая очередная американская пирамида. Поскольку в Америке они с 12 тысяч человек собрали по 15 тысяч долларов, ну хорошо, там 170 миллионов долларов, два раунда они провели подъема денег инвесторов. Но эти 400 миллионов долларов, по моим данным, они уже должны спалить, поскольку они на рынке фрахтуют самолеты по цене летного часа. А цена летного часа для Embraer начинается там 6 тысяч долларов. И я как бы задумался о судьбе российского продукта «Сухой суперджет». Наверное, кто-то из вас наверняка на нем летал в регулярном исполнении. Я недавно был в Уганде, меня просто попросило правительство показать самолет президента Уганды, с которым я дружу. Я показывал самолет одного из российских министров. Ну, самолет потрясающий. 18-ти кресельная компоновка, отдельное купе, душ, 100-местный самолет. То есть он на самом деле круче, чем Global 5000 или Global Express. То есть он больше, у него дальность не очень большая, но с доп-баками отличная машина. Я подумал, мне просто кажется, что «Сухой суперджет» в силу своей вместимости на регулярных маршрутах, 75-100 кресел, ну, в принципе, никогда не будет рентабельным, поскольку Boeing, Airbus и Embraer всегда дадут лучшие условия. А вот в компоновке VIP-конфигурации я подумал, почему бы не сделать такую компанию, миссии которых будет предлагать вам летать между крупными городами России и также, допустим, из Внукова-3 в Дубай или в Лондон или на юг Франции, но по цене аэрофлотовский регулярный билет плюс 10-15%. При этом, изменяя модель JetSmarter, я бы хотел, чтобы условный клиент зачислял деньги на свою карточку, допустим, 300-400 тысяч рублей. Эти деньги оставались деньгами клиента. Наша задача убедить его, что если он хотя бы раз или два в год летает в Дубай, в Сочи, в Симферополь, в Лондон, в Париж, на Кипр, то если он заплатит аэрофлотовский бизнес-класс плюс 15%, то он полетит круче, чем шейх Мухаммед бен Салман, наследник Саудовского престола, поскольку он летает на глобале, глобал экспрессии. Вот интересно, какие есть проблемы с этим бизнес-кейсом? С одной стороны, вроде понятно, что мы частично перекрываем риски, поскольку нам нужно собрать несколько тысяч клиентов, и они уже заранее положат деньги в банк. Я имею в виду, естественно, свой банк, самый надежный в стране, который не принимает банковских рисков и в котором деньги только мои. Я не принимаю клиентские деньги, поскольку мне пришлось несколько лет назад выплатить миллиард долларов клиентам во время наезда крыши коррумпированных банкиров. Тем не менее, риски следующие, что российское государство, производя сухие суперджеты, пока не умеет делать поддержание летной годности, все 150 самолетов, которые произведены в воздухе, находятся 3-4 часа в сутки. Это очень мало. Победа на Боингах 737-х обеспечивает сейчас 14-15 часов в сутки. Это один из рекордных результатов в мире. Второе. Надо убедить, что сухой суперджет хороший самолет. Он неплохой самолет, если поддержать летную годность. И последнее. Нужно получить их у российского государства по льготным ставкам, чтобы они заведомо были гораздо более льготные, чем что-либо другое предлагаемое на рынке. Ну, в общем, это рассматривать как некое предложение. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Я думаю, что в течение 8-9 месяцев мы переделаем первые 6 сухих суперджетов в VIP-конфигурацию и встанем на маршруты. И мне очень интересно, нащупал ли я правильную новую нишу. Люди, которые хорошо считают деньги, ну какой смысл тратить 45-50 тысяч долларов, чтобы слетать туда-обратно в Лондон или на юг Франции или в Дубай. И какой смысл лететь аэрофлотом? А я до недавнего времени с удовольствием летал в Хабаровск, в Владивосток, но недавно летел Эмирет с первым классом в Уганду. Ну, конечно, после этого пересел в Дубай на аэрофлот и сильно как-то разочаровался в успехах товарища Савельева. Ну вот такой бизнес-кейс. Мне бы интересно было поговорить с участниками, кто-то заинтересуется или нет. При этом я еще раз подчеркиваю, что я не предлагаю клубные членские взносы, чтобы эти деньги перекочевали в клуб. Я хотел бы, чтобы деньги остались на карточке с тем, чтобы мы убедили человека, что если он все-таки по этим маршрутам регулярно полетит, или полетит в Екатеринбург, или полетит в Воронеж, или полетит в Хабаровск, но там, скорее всего, эти маршруты не будут регулярными, то он получит услугу, несопоставимую с любой сегодня существующей. А со временем можно, конечно, потеснить JetSmarter, который, я не уверен, что вообще выживет в Европе, поскольку сухой сертифицирован на европейском рынке. И мне кажется, что если в России мы рассчитываем на аудиторию, допустим, в 5 тысяч человек, то в Европе эта аудитория может быть и 10 тысяч. Ну вот, собственно, я так для разминки… Да, при этом, кстати, в качестве услуги я бы предложил бы нашу клинику. Это же здание клиники, спа медицинской. Здесь стоит все оборудование, здесь отличные врачи, но до недавнего времени у нас не было прав собственности на здание, мы его получили месяц назад. Сейчас ждем соответствующего лицензирования для санаторно-курортного обслуживания. Ну, надеюсь, что вам тут у нас понравилось. И я, например, большое получаю удовлетворение от общения, что количество интересных дискуссий конкурирует с тем, что ты услышишь со сцены. Во всяком случае, я-то далеко от мысли, что я что-то очень интересное вам рассказываю. Скажем, в таком камерном общении я как раз больше эксплуатирую вас в качестве своих гостей. Знаете, я недавно задал вопрос. Вот там тут ошибочно в каких-то документах я в каком-то году лохматом был в списке Forbes. Вот интересно, американцы же в январе, да, весь список Forbes, 100 человек приговорили к прессанкционному списку. Видимо, кто-то в МИДе там взял список и нарисовал. Сейчас санкции применили, но только к некоторым участникам из этих 100. Вот если бы я, владелец английских газет, человек, который критиковал Кремль много лет, я не отказываюсь от того, что я говорил BBC, CNN, Новой газете, я дал там сотни и сотни интервью, и все, что я говорил, я разделяю. Другое дело, я последние годы молчу, ну просто наблюдаю. А думаю, что, несмотря на то, что я владелец английских газет, и человек, которого явно сложно заподозрить в том, что я близок к Кремлю, я попал бы в эти прессанкционные списки. Поэтому я так перекрестился, что я вылетел из этого списка. Мало того, мне этот список никогда не нравился. И я считаю, что людей-то надо было бы Forbes уделить по принципу, кто как использует эти деньги. Кто-то покупает там 10 вилл, 5 самолетов и 3 яхты, а кто-то там старается, чтобы они как-то изменяли жизнь людей к лучшему. Я почему воспользовался бизнес-кейсом? Я считаю, что как раз частная авиация, это выбирая между объектами недвижимости на юге Франции, что уж совсем в моих глазах ниже нельзя упасть, если человек там что-то покупает. Или яхты, это просто возмутительно. Ну как бы вот используя иногда private jet, я сегодня полечу отсюда, я вертолетом в Манапу, мне нужно срочно сегодня попасть там на ужин в Италию. Поэтому я зафрахтовал самолет, торговался долго, ну полечу. Поскольку сюда далеко не все, кто летает в Европу, сюда не летает по понятным причинам. Поэтому я и считаю, что чем больше бизнес, тем больше у тебя потребностей иногда куда-то срочно долететь. Я вот летал Emirates в Уганду, просто Судан не пропускает, там нужно разрешение получать 3 дня. Я уже зафрахтовал самолет, мне пришлось отказаться, я полетел с пересадкой в Дубай и Emirates первым классом. Ну собственно говоря, наоборот, я отлично себя чувствую, поскольку бремя вот этого списка, оно крайне неприятное. Оно как бы автоматически тебя записывает в такую вот в моих глазах пораженческую категорию людей, которые где-то там каким-то непонятным образом получили много денег и всячески хотят эти деньги потратить прям лично на личное потребление. Александр Агерьевич, такой вопрос. Вы же общались с этими людьми, которые в списке. Я и сейчас общаюсь. Вот и сейчас общаюсь. Я вам скажу, что некоторые из них, как бы, кому я хорошо отношусь, они как бы, ну многие из них в Лондоне живут, они очень себя дискомфортно чувствуют, потому что атмосфера в Лондоне прям совсем неприятная. А на самом деле они просят затеять дискуссию с помощью моих английских газет о том, какие русские хорошие в Лондоне, какие плохие. Проблема в том, что все плохие русские, то есть отпетые мошенники, очень здорово уговаривают английский истеблишмент, они ходят около российского посольства с плакатами «Долой режим Путина», и поэтому как бы англичане как раз путают. Ну вот на эту тему, я думаю, и написана моя книга, и скоро выйдет вторая, но я очень надеюсь, что будет фильм типа «Наркос», который мы сделаем с Нетфликсом. Прямо это будет documentary, то есть документальное расследование, которое будет вкраплено фича, то есть художественным фильмом. Я могу сказать, что я буду в ближайшее время разговаривать с выдающимися западными актерами. Ну вот Кевин Спейси, понятно, пострадал, но как раз может и хорошо, то, что он из карточного домика. Мы просто со многими дружим, я же Спейси сюда привозил на открытие театра Чехова, да, и Джона Малковича. Малкович, кстати, будет играть Пугачева, я думаю. Так мы с ними и со всеми поговорим, с Жудом Лом, мы поговорим, чтобы они в ламках благотворительности сыграли злодеев российских, уехавших в Монако, в Лондон и укравших деньги российских клиентов. То есть мы сейчас будем заходить с другого боку. Книжка не получается убедить российское государство повторить американский опыт? Ну, значит, попробуем с помощью кино. Но, кстати, попробуем еще и заработать. Если мы сделаем фильм типа «Наркос», но одна серия «Наркос» стоит 10 миллионов долларов, это дорого. Да, вот мы на самом деле перевернем «Наркос». «Наркос» же это художественный фильм с небольшими вкраплениями документального. Мы сделаем документальное с тем, чтобы это было расследование. Но это все живые персонажи, это все будет происходить в реальном мире. То есть эти все люди где-то там прячутся. Вы потом после этого в санкционный список не попадете? Вот в чем вопрос. Ну, на самом деле мы и Берни Мейдов и тоже изобразим. Мы изобразим мошенников как западных, так и российских. Мы рассчитываем так на 200 серий. Мы сценарий уже написали, понятно. Груче, чем Санта-Барбара получится. Нет, на самом деле на Западе происходит очень серьезная дискуссия. Если еще там три года назад я полагал, что на Западе победили сторонники принятия триллиона долларов, который воруется во всех странах мира, отмывается в Англии и в Штатах, то сейчас я должен сказать, что мы накануне пересмотра этих критериев. На Западе многие политики понимают, что эти деньги очень сильно коррумпируют и вредят основам западной демократии. Поэтому на днях я, по-моему, в четверг я читал, что в Англии внесен закон Митчеллом, это член консервативной партии, о том, чтобы вскрыть все счета зарубежных олигархов всех типов в определенных типах офшоров. А в Америке там два конгрессмена написали письма в крупные банки, проверяли ли они россиян из списка Forbes на предмет грязности или негрязности их денег и расчетов с российскими чиновниками. Поэтому я не исключаю, что на Западе происходит некоторое явление, напоминающее мне прихода в Европе Мартина Лютера, то есть когда предъявили претензии католической церкви за то, что она продавала индульгенции. Поэтому там всегда есть протестанты, которые... И вот мне кажется, сейчас мы на пороге прям серьезнейших изменений. Я, собственно, там и лечу поговорить, поскольку мне стало самому интересно. Я какое-то время думал, что я там окончательно проиграл, и Запад еще хуже нас. У нас тут мошенники воруют деньги, а Запад принимает эти деньги, отмывает, прячет и дает им политические убежища. Но вот мне кажется, что тут есть некая перспектива. Да нет, я не боюсь санкций. А что у меня санкции, в конце концов? Тогда я должен тут перед вами не находиться. Поэтому вопрос. Я 4 года назад поехал в клинику немецкую Ланцерхоф. Она только открылась под Мюнхеном. И понял в какой-то момент, что то, что я там ем, я ем там вареный картофель, посыпанный укропом, линой масла холодного отжима, гречневый хлеб. Причем все очень неудачное, сделанное не самими немцами в клинике, купленное. То есть масло холодного отжима там месячной давности. Непонятно, кто его там отжимает или иное. Картошка невкусная, хлеб кислый и не стопроцентная зеленая гречка и бульон. Я понял, что я все это произвожу. Но мне понадобилось 3,5 года, чтобы довести это до прям вот усилия моей супруги, которая с огромным вкусом, в отличие от меня. Мне вот там на набережной синий цвет покрашены, как туалеты в СССР красили, или бежевый. Видели, она вчера вышла, ужаснулась, говорит, опять красит синим цветом. Я позвонил в Симферополь, мне звонит мэр, и сегодня утром перекрашивают бежевый цвет. Что-то работает иногда. Хотя вчера мне мэр пытался объяснить, что владельцу нравится синий цвет. Я говорю, не может ему такой синий цвет. Вы не можете набережную покрасить, черти кто вас только раз. Что я тогда тут кладу асфальт? Вы же видели асфальт? Это, собственно, мои тут усилия. Я просто уверен, мы через неделю запускаем в онлайне поставку вот этих всех продуктов питания. У нас там позавчера на сайте объявили, что мы открыли одну пекарню. Вот посмотрим. Я уверен, что мы через 3 месяца, причем цена будет где-то там 2500 рублей с доставкой в Москве. Мы смотрим почту России. Но это очень правильное питание. Это даже не диета. Это просто, ну вот для чистки организма так надо питаться там. Я ем все, что хочешь, но иногда там пару дней питаюсь так. И ты не голодный. Это очень полезно. Там отличные сухари. И ну попробуйте. Я наверняка тут кого-то вас подписываю. Вот как выйти из операционки. Правильно рекламировать продукт. Но перед этим надо потратить несколько лет серьезного труда. Брендинг. Я вот в брендинге вообще ничего не понимаю. Мне вот какая упаковка все равно. Но это неправильно абсолютно. Тут у меня супруга, она прям с идеальным вкусом. Она просто несколько раз мне очень грубо говорит, перестань выставлять там что-то в Инстаграм. Еще фотографии только сделали, еще не сделали брендбука. Но я согласен, что я не прав. Ну вот вы начали с петрушкой. В прошлом году, у вас же аншлаг сейчас там два дня. Но вот в прошлом году я имею в виду участников конференции. Смотрите, если вы погуглите, то там куча моих интервью, по поводу которого ко мне обращался Макдональдс. Я же сказал, что я уничтожу Макдональдс и сгоню его с оперных подмостков. Но вы же понимаете, что это шутка. Макдональдс это 337 тысяч точек по всему миру с выручкой 65 миллиардов долларов. Это машина. Эту машину невозможно есть их продукт. Он просто отвратительный. Но снимаю шляпу. Я пока с петрушкой тормознулся. Я здесь, на набережной Алушты, за 10 месяцев 8 раз поменял персонал. Вот проблема персонал. Полный атас. Ну полный атас. Ну вот ты выходишь, и тут же люди отворачиваются, говорят клиенту, пошел отсюда вон. Ну вот ничего не сделаешь. Нарушают технологии, протокол готовки, ну и так далее. Поэтому я пока ограничился пятью петрушками, мы переложились в ленгречка с онлайновой доставкой. Но потом мы вернемся. Я как раз думаю, что может быть на новом заходе мне нужно перекорпировать силы. Я пока не справился ни с Пепсико, ни с Магдональдсом. Я вообще считаю, что с американцами лучше там не воевать в Сирии, лучше конкурировать, потому что мощь американской машины, вот они сейчас продемонстрировали на Дерибаске и на Виксельберге, но мне кажется, они переборщили, ударили по европейским союзникам, европейские союзники заголосили, значит, Алхо выиграла, производитель алюминия американский, но американские покупатели алюминия проиграли, цены на алюминия взлетели, а американцы дали задний ход. Но они продемонстрировали, что они даже сами свою экономическую мощь до конца не понимают. Но при этом американские компании продают на российском рынке, я считал, ну под 100 миллиардов долларов. Я так думаю, это грубо, меня кто-то спросил недавно там в правительстве, я говорю, я посчитаю. Ну я думаю, 6-8 миллиардов долларов они переводят и репатриируют. Марс, Проктер и Гэмбл, Пепсико, Бюргер Кинг, Макдональдс, производители сигарет, Джекас, люди, которые украли у меня самолетов на 100 миллионов долларов, это правнучка Дженниел Электрик в Люксембурге, они около 60 самолетов в аренде держат на российском рынке, Боингов, Аэрбасов. Поэтому, если уж так пойдет такая пьянка со взаимными этими самыми, то американцы от нас зависят больше. Но они могут перекрыть нам поставки Боингов, тогда мы будем пешком ходить. Даже представить, что будет, если так дальше будут развиваться события. Поэтому нам лучше как бы учиться у американцев. Я так более хохмлю. Хотя, правда, навязанный американцами стандарт питания послевоенный Макдональдс, он чудовищный. Просто нельзя в рот вообще брать, честно говоря. Но, тем не менее, я снимаю шляпу, поскольку, как они умеют управлять персоналом, как они держат протокол, какая-нибудь мать с ребенком едет там из Москвы в Краснодар, где ей там, чтобы не отравиться. Ну, в Макдональдсе, естественно. Плюс недорого. Я-то как раз хотел миссию свою увидеть в том, что я беру немецкое питание правильное доктора Франца Майера. Он в 91 год умер, в 60-е годы. По которому работают самые дорогие клиники Германии. Там примерное пребывание в сутки стоит там полторы тысячи евро. Я это опускаю до чека 100 рублей. И любому россиянину. Я хотел обгонять американцев, естественно. Но пока у меня не получается, честно. Поэтому я не знаю, как выйти из операционки в конкуренции с Макдональдсом. Но попробуем на Лену Гречки выйти на соседние поляне. Александр Евгеньевич, давайте я вот сейчас руку тянет. Молодой человек. Конференция, не конференция. Но вот про персонал вы хорошо заметили. Пять раз вы меняли за год людей? Восемь. Восемь. Это катастрофическая ситуация с людьми. А вот американцы находят. У них более 500 точек Макдональдса в стране и, по-моему, 450 Бергеркин. Представляете, тысячи точек. Это колоссальное количество. Это, между прочим, рабочие места. Везде все одинаково по протоколу, четко. Ну, снимаю шляпу. Как они умеют организовать производство? Александр Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Давно интересуюсь вашей биографией. Смотрю видео, комментарии. Надеюсь, она еще не закончена. Вот какие у вас правила, которые позволяли вам на протяжении вашей карьеры побеждать? И какие причины приводили вас к каким-то ошибкам, может быть, проигрышам и так далее? И что вы могли посоветовать молодому поколению в построении бизнеса? Ну, если коротко так. Спасибо. У меня Дима Ёрченко научил говорить слово «кармический менеджмент». Я, наверное… И личный бренд из этой же серии пришло, да, тоже? Интуитивно, интуитивно так… Ну, смотрите, самая большая ошибка, которую я совершил, это то, что я где-то году в 2005-2006-2007 стал почивать на лаврах. Я отправился там… Я не считал, правда, что я политикой занимаюсь, но в Кремле считали. Я выставился сначала в мэры Москвы, потом в Сочи, потом выиграл в Думу, прошел, потом принял несколько законов, например, закон о запрете и горных заведений, после чего стал ходить с охраной. Ну, я выпал вообще из бизнеса, я все перепоручил своим менеджерам. Слушайте, даже вот лучшим людям, которые там твои товарищи и компетентны, нельзя вот оставлять их один на один с большими деньгами. Поэтому там что-то разворовали, что-то… Ну, самое большое мое поражение – это в Германии авиакомпания, которая стала пятой в Германии, она летала в Россию, и американцы, после того, как Люфганза запретила полеты моей компании, она называлась Blue Wings, она летала на суперновых аэробусах, и поэтому под надуманным предлогом немцы лишили меня сертификата эксплуатанта, американцы украли мои самолеты. Я судился в Англии, выиграл первую инстанцию, проиграл апелляцию позапрошлым году. Причем это наглейшее, просто реально разбой с большой дороги. Но они так поступают со всеми, зная, что никто судиться не будет, очень дорого. Я просудился в Англии, но проиграл апелляцию. И вот самая моя большая ошибка, что надо быть полностью погруженным и желательно сфокусированным на одном-двух темах, потому что я понял, что я там, ну я вчера пошутил тысячу, ну где-то 500 тем я вел, там 100 в благотворительность. То есть я одновременно строил театр Чехова, строил онкоклинику в Питере, строил храм по дороге на Алушту, восстанавливал Спасо-Яковлевский монастырь. То есть у меня было 100 проектов благотворительности и еще там 400 в бизнесе. То есть я понял только потом, что я одну минуту в день или в неделю могу там на проект. А я занимался политикой, как выяснилось. Я не понимал. Я думал, что я на своей шкуре испытываю, что такое быть обычным таким, ну активным гражданином. Что-то попробовать в судах. Я, например, судил столько с ФСБ дважды. Ну проиграл, естественно. С ЦБ 10 раз проиграл. Ну то есть я все проиграл. С государством невозможно. Единственное, что я выиграл первые инстанции у властей Алушты, по поводу поднятия мне 18 раз ставок аренды. Вот я выиграл первые инстанции, но они подали в эпиляцию, мы в эпиляции. Ну во всяком случае, ну это странная история, как можно поднять ставку аренды 18 раз и сделать ее больше, чем выручка отеля в год. Тем не менее. Есть такая история тут с Алуштой. То есть приветствуют тебя, в общем-то, как инвестора. Александр, добрый день, Вестра Рустам. К вам такой вопрос. Как на вас появлялись родители, когда вы были маленьким? И почему вы стали предпринимателем? Потому что в основном наше общество всегда против нас, против предпринимателя, против развития. Наша голова сопротивляется и тело тоже. Что вот вам дало развитие в целом как мужчину, как предпринимателя? И в конце можно подарю подарок от своего города такой магнитик для вашего отеля. Спасибо большое. Абвок плезир. Не, ну у меня я просто больше такой игры, такой интересной в реальном пространстве просто не представляю. Это фантастическая игра, которая, к тому же, в случае, если ты правильно к ней относишься, может быть выстроена на то, чтобы создавать какие-то виды товаров и услуг, которые меняют жизнь человеческого к лучшему. Мне это просто интересно, меня это вставляет реально. И мне, другое дело, что я последние годы себя торможу, что я, как бы, моя креативность в конфликт входит с исполнением этих вещей. Менеджмент, просто иногда я понимаю, что я фантазирую. Может быть, я нафантазировал с сухими, но мне кажется, что российское государство в ближайшее время придет к выводу, что сухие невозможно эксплуатировать рентабельно в компоновке 75-100 кресел. Я, собственно говоря, в 2005 году в Коммерсанте опубликовал открытое письмо, где пытался объяснить российскому государству, что не надо заходить в региональный самолет. Ни Боинг, ни Аэрбас не производят региональные самолеты до 100 мест. Они производят самолет только после 100 мест, чтобы на дальние расстояния больше народу перевозить. Но меня не послушали, Погосян это все пробил, там, понятно, украли несколько миллиардов долларов. Сейчас же деваться некуда. Это единственное, что мы производим до того, как МС-21, два МС-21 летают, среднемагистральные самолеты, но пока серийные они не запущены. Поэтому, мне кажется, я правильно придумал. К тому же, мне хочется вновь зайти в ту же реку. Хотя, по-моему, Аристотель говорил, что нельзя дважды. Можно дважды. Я уверен, что трижды можно. Было бы желание. Потому что я, в принципе, с государством партнерствовал трижды. В Аэрофлоте, в Рюшн Финансе и в Ред Уингс. Все три компании полностью государственные. Меня оттуда попросили, и я совершенно не обижаюсь. Но у меня огромный опыт. 15-летний партнерство государственных с российским государством в важнейшей отрасли. Поэтому сейчас я пытаюсь им предложить, ребят, ну, найдите кого-нибудь еще. Ну, кто будет рисковать временем, репутацией, оборотными средствами на таких самолетах, которые они могут только три часа поддерживать в летной годности. Спасибо. Давай, Жень. Здравствуйте. Меня Женя Назаров зовут. Занимаюсь криптой. У меня инвестиционный фонд по криптовалютам. Спасибо большое за рассказ. Вот большое уважение к вам, что вы умудряетесь управлять столькими направлениями бизнеса, совершенно разными. Это, конечно, фантастически. А вот какой основной приоритет, основной фокус сейчас в бизнесе? То есть, какое направление сейчас в приоритете? И по планам на ближайшее будущее? Спасибо. Ну вот я не просто так рассказал про этот проект с сухими суперджетами. Он мне нравится. Все зависит от того, там смогу я убедить кого-то из вас вот воспользоваться такой услугой. Мне кажется, обе стороны выиграют. И даже мне было бы не безинтересно, я 20 лет инвестировал только свои деньги. Я никогда не инвестировал чужих денег. Я к этому отношусь очень чепетильно. Но может быть, тут и для краудфандинга есть какая-то платформа. Я занимаюсь, мне очень нравится заниматься отелями. Мы с июля прошлого года, когда мы вовремя спохватились, что здесь у нас просто все проваливается. И сейчас мы делаем редизайн. Может быть, вы увидите там кое-какие элементы. Мы привезли дизайнеров из-за рубежа. Поэтому мне как раз нравится крымская тема. И я клиникой очень был увлечен и остаюсь. Я завязываю, скорее всего, сельхоз. Но я, в принципе, уменьшил количество проектов очень сильно. У меня есть какие-то отели в Европе. Я, в принципе, имею какое-то отношение к английским газетам, которые читают 200 миллионов человек каждый месяц. Unique Users. Их управляет мой сын. Но, в принципе, я все равно взаимодействую. Я остаюсь акционером миноритарным в новой газете и замглавного редактора. Но, в принципе, я, так сказать, каждое утро определяю, сколько времени тратить на что и не разрешаю себе заходить куда-то за рамки этого дела. Поэтому я изучаю криптовалюты, но так. Так. Дуровская тема меня интересует, но мне что-то показалось в какой-то момент, что борьба с Телеграм это все наоборот. То есть, грубо говоря, крупные российские чиновники и бизнесмены из списка Forbes инвестировали в Телеграм, изображают войну с Телеграмом, а на самом деле все вокруг Телеграма убивают. Вот у меня такая гипотеза. Я во что угодно уже поверю. Потому что непонятно, как можно воевать с Телеграмом, но Телеграм все лучше работает, все остальное вокруг валится. Прикол. Но я точно знаю, я точно знаю, что из миллиарда 700 Дуров где-то миллиард поднял крупных. Ну, про Абрамовича была открытая информация, что он там 300 миллионов вложил. Но я знаю еще несколько человек, которые по 20, по 30, по 40 миллионов долларов в Дуровский проект вложили. И правильно сделали, наверное, на самом деле. Ну, просто забавно, если я прав. Что все с точностью да наоборот надо понимать. Не борьба с Телеграмом, а усиление Телеграма, ну, вот с помощью такого вот хитрого хода. Давайте. Можно? Такой очень важный вопрос. Просто мы занимаемся тоже сельским хозяйством, органическим причем. А у вас чувствуется большая экспертность и созидательность такая прям мощная. Вот. Мы видим путь просто объединения курортных и курортных секторов и сельского хозяйства. Потому что мы производим живые ростковые салаты. Меня зовут Моисеев Роман, живая ферма онлайн. И мы видим, что сейчас в Госдуме есть законопроект о стимулировании органического сельского хозяйства. В Европе и США это уже крупная индустрия. У нас она только зарождается, и мы находимся в ее фарватере. Плюс мы умеем пользоваться цифровыми инструментами, масштабирование бизнесов. Вот ваше видение, как человек, который построил крупнейшее производство, по сути, производство картофеля, насколько это перспективно? Потому что есть оценки, что в ближайшие два года эта индустрия вырастет 4-6 раз в России. И мы хотим в этот тренд вписаться и быть одним из лидеров. Ну, она, конечно, вырастет. Поэтому мы полностью за то, чтобы органические стандарты у нас внедрялись, поскольку их нету как таковых. Ну, вот я недавно изучал там производство капусты кейл, который в Дмитровском районе производит, американец с женой русской. Он производит 90% российского потребления. Но это всего 4,5 тонны. Американцы потребляют 170 тысяч тонн капусты кейл. Вот представьте себе, какой масштаб. Это он с нуля до за два года вырос. Поэтому тут перспектива. А я, кстати, хотел сюда привезти кейл и не смог в Москве купить, поскольку база бификуса кончилась. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Поэтому это абсолютно правильно, то, что вы делаете. Но я, строго говоря, конечно, не был органическим производителем. Мы пестицид, гербициды употребляем, но если вы проверите все, что с помощью, то это все-таки качественная продукция. Тот же Макдональдс сейчас закупает только органические ягоды для маффинов и так далее. То есть они переходят уже на органический стандарт. Они понимают, что мир меняется. Ну, они умные. Умные. Ну, как они поменяют саму свою основополагающую модель, там, бюргеры с этими булками, я не знаю. Это они должны тогда совсем поменяться. А они сделают другую марку и начнут ее вовремя продвигать. Это же репозиционирование. Ну, я думаю. Так вот, получается, что при помощи ростковых салатов можно у людей, когда они едут отдыхать, приучить, получать здоровье, ну, то есть в созданной среде. А потом товар уже на полках, они приезжают домой и продолжают менять. Предложите нам в клинику, мы посмотрим. Спасибо большое. У нас главное питание. Александр, крайний вопрос. Мне уже что-то просигнализировали. Дмитрий Леухин, я тоже арендным бизнесом занимаюсь и с правительством какие-то отношения имею. Смотрите, по поводу правительства, раз уж затронули тему, согласны ли, что Москва все-таки идет впереди, Москва уже более правовое государство, а чем дальше, тем регионы уже чуть побольше Махновщины, чуть побольше вот этого синдрома вахтера. То есть они долгие, но они догоняют и все-таки мы движемся в сторону правового государства. Согласны ли с этим? И маленький вопрос про самолеты. Вообще возможно ли там курительные эти комнаты создать вот в таких? Насчет курительных комнат не ко мне. Дороже можно будет. Я не курю. Можно дороже будет создавать. Эти чартеры будут стоить дороже, точно. Я не думаю, что на борту можно будет курить. Мне кажется, что нет. Просто там такая взаимозависимость. Что касается Москвы, ну, наверное, мы очень большая страна, поэтому, наверное, чем дальше от Москвы, ну, во-первых, вы видите, что там и выглядит все по-другому, но это же вопрос предоставления больших полномочий региональным властям. это же все было закручено в четвертом-пятом году, выборы отменены, поэтому мне-то кажется, что выбор надо было бы вернуть так, по-взрослому. Ну, это я как бы не хочу в эту полемику. Я сто раз на эту тему комментарии давал, но Москва, в принципе, на мой взгляд, управляется так неплохо. При отсутствии контроля за этой властью, просто, видимо, самосознание. Вот я был удивлен, мне кто-то такой очень серьезный, недавно объяснял, что средний уровень чиновников в Москве не берут взяток принципиально. Вот прям, я вот не первый раз слышу, видите, вы подтверждаете, это высоко, высоко, это значит новое поколение какое-то появляется, которые работают там. Генералы не берут, но это я не поверю пока. А генералы-лейтенанты берут. Спасибо. Александр Лебедев, давайте поаплодируем. Спасибо, Александр Евгеньевич. Спасибо. Сегодня мы вам обеспечим стопроцентную заполняемость петрушки и завтра тоже. Большое спасибо. Спасибо большое.